Дьявол Мы думаем, что это какое-то мысль Они везут мне, говори, набор слов Потому что Обычно, когда мы говорим много Мы не слушаем мысль говорящего Мы слышим знакомые слова И по каждому знакомому слову Пытаемся что-то сказать Своё Причём, опять же, без смысла Уход от темы куда-то в другую сторону Замечали мы постоянно сейчас Субъемных разговоров Опять же, какие-то Предлагается, как вроде, этикет Светская беседа Пустословие Никому не нужное Так, разговор ни о чём А нам сказано Богом За каждое праздное слово ответите И за пустые слова тоже За пустое Пустословие тоже отвечать придётся Но мы сейчас не о том, что мы говорим Речь о том, что Господь сказал Петру Во-первых, сказал Отплыви от берега Ну, во-первых, представьте себе Кто-то к нам сейчас в машину сядет и скажет Отъедь Какая будет реакция Но это ещё можно понять Так, а когда Опытному рыбаку Опытнейшему Всю жизнь он вырос на этом Озере большом Да, всю жизнь рыбу ловил У него отец был рыбак И так далее То есть он генетический рыбак Он знает всё Он знает, что сегодня рыбы не будет Бесполезно ловить И он говорит Я всю ночь ловил, не поймал А дальше всё Но по слову твоему Сделаю, Господи Вот момент важный То есть Какое Какое послушание Святой в воле Божьей Он ещё Пётр до конца ещё не понимал Кто перед ним Но однако Почувствовал И Сделаю, как ты сказал Полное послушание Полное Вот смирение Это настоящее Так Что мы на сегодняшний день имеем Нам священники говорят Да Слушаем внимательно Бывает, что не слушаем Бывает, что спорим Частенько Так Но делаем Всегда послушаем Я ещё рад Говорю, что священники говорят Не то, что Потому что Они такие А потому что Они говорят То, что Бог говорит То, что К чему церковь учит К чему священное писание учит Значит Получается Мы Бога Слышим Но делаем по-своему То есть смирение Никакого Я не зря Приходит Там Или врачу Или в милицию Там ещё куда-то Мы же делаем Что нам говорят Но как только нам говорят Божье слово Нет У нас сопротивление У нас тратить Кто Богу сопротивляется Я И Давайте посмотрим Наверное почти Почти в каждом проповеди Мы трогаем Так или иначе Грех горды Почему? Потому что Это зараза Которая сейчас Люди утопают И чем дальше Тем сильнее И Поэтому приходится Каждый раз говорить Но Что мы видим Кто-нибудь с ней борется Я не вижу Так приходит Говорим всё время А чтобы В себе Кто-то поменял Нет У него гордыня есть У него есть У неё есть А я хороший А я хороший То есть И вот говорим Говорим Так А реакция Нулевая Мы слышим Или Как ещё Говорят Опять Но это Сейчас грех Этого времени Это грех Нынешнего времени Когда все люди С помощью этого греха Превращаются во что? В нечистую силу То есть Потому что этот грех Он душу нашу Невализирует И что мы На сегодняшний день Имеем Мы имеем Ад в этой жизни В семьях Жизни Нет Подавятся все По характеру У всех Утропливость Упрямство Сколько процентов Себе даже Хочешь назвать Цифру Сколько процентов Которые уже В разводе Второй брак Третий брак Или Какой-то непонятный брак Который гражданский Почему-то назвали Так Или вообще Без брак Развелись Потому что Характер Такой Сколько у нас Дети-родители Отцы-дети Опять Почему Характер Такой Так На работе Конфликт Из-за чего Из-за характера То есть Опять Грец Грец И вот Сколько Не говори Что-то бороться Что-то побеждать Себе Не Ты говори А мы посмотрим И вот Там Петр Сегодня Пример показывает Во-первых Он жил Без Бога Пока Господь Не пришел Он Опытный Профессионал Знаток Своего дела Извините Так Я грубо скажу Какой-то Дилетант Говорит Забрось Сети Человек Который С его точки Зрения Вообще Первый раз Пришел Брось Сети Сейчас У нас Специалисты Сказали Ну-ка Сделай Кто-то Такой Указывать Будешь Да У меня Диплом У меня Опыт Богатый А ты Учишь Меня Ну А он Что Ну Посмотрим Сделаю То есть Да Я профессионал Я все ночью Ловил Поймать Не мог Но Как ты Сказал Я сделаю И сделал И был Загражден Так вот Этот момент Очень важный То есть Человек Который Не только Профессионал А главное Еще не знал Бога Они же О Мессии Так Смутно Только Со слов Других Что-то Где-то Что-то Представляли Когда Он Неизвестно Было Когда Он Пришел В Мессии Он Сразу Своей Душой Почувствовал А еще Что Ведь Давайте Почитаем Иван Глян Матфея Там Господь Израиль Ругает Ну так Грустим Обличает Бог Правильно Вы Такие Вы Секие Вы Эдакие Вы Упрямые Вы Строптивые Вы Настырные Так Вы Наглые Вы То Вы Неверующие Одни Укройки Израиль То есть Какой Был Жуткий Народ И Петр Выходец Из Этого Народа То есть Тоже Такая Строптивость Была Гордыни Как Сейчас У нас С вами Наверное Так И Он Был Выходец Из Этого Упрямого Как Был Апостол Павел Жестоковыльного Упрямого Супер Упрямого Народа И Он Вослушал Бога Он Смирился И все Время Слушал И Никогда Не Возникал Мы Можно сказать Выросли В Христианском Народе Да Были Время Более Безбожные Менее Но Безбожные Однако Так Или Иначе У нас Все И в генах И в крови Все это Есть И так Иначе Душа Кажется Церковь Тянется И Имеет Все это Однако Мы Что делаем Противимся Богу Противимся Мы Уже Далеко Уехали Это Страшный Показатель И Если Сопоставить Свою Веру Свой Путь К Богу Своё Поведение В церкви Своё Отношение К хорошему К плохому И Апостол Петра Который Только Начинал Который Только Увидел Что Не до Конца Ничего Понимал То Мы Видим Какое У него было Смирение Нам Только Поучиться Это Важный Момент И Ещё Раз Нам Дьявол Пытается Слово Смирение Извратить Смирение Когда Другие 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 Говорят Сделать Не так Как Я Считаю Как Он Сказал Леонард Сказал Вот В чём Смирение Опять же Дьявол Нам Что Скажет Что Вы В наше Время В такой Жизни Не Выживешь Так Матом Не Обложишь Кулаком По столу Не стукнешь Никто Ничего Не сделает Потому Случательно Приходится По столу Что У нас Кротости Не Толг Когда Человек Владеет Собой То есть Может Гордыни Обуздать Управлять Собой Своими Мыслями Чувствами Эмоциями Он Всегда Будет Управлять Другими То есть Ему Будут Слушаться Без Кулака И Без Нехороших Слов Если Человек Собой Не Управляет Да Иначе Как Там Надо Показать То Чего Другие Не Могут Когда Они Испугаются И Сделают То есть Такое Там Загнуть Что У Другого Фантазии Не Хватит Так Сказать И Так Треснуть Бог Чтоб Человек Перепугался Потому Почему Потому Что Сам Собой Не Управляет И Наоборот И Человек Может Смешить Плохие Качества Подавить Он Себя Обуздал Это Самое Трудное Самое Страшно Себя Обломать Свою Гордыню Сломать Твой Характер Обломать Обуздать Себя Победить Себя Безность Ее Победить Других Проще Легче Самый Трудный Себя Поэтому Тот Кто Может Владеть Собой Он Всегда Будет Управить И Все Будет Хороший Начальник И Он Никогда Кричать Не Будет Он Будет Спокойно Говорит Но Будет Слушаться Однако Что Нам Без Говорит Да Что Вы Сейчас Жизнь Такая Иначе Как Ненарежный Человек Он Ничего Не Сделает Да Люди Настырные Да Люди Упрям Так Как Мы С Вами Но Если Мы Себя Побеждаем Нас Будет Слушаться Самые Упрямые Самые Страптивые Если Мы Себя Победить Это Не Хотим Не Желаем Не Можем Так Кулаком Может Раз Стук Или Кулак Может Один Раз Стук Второй Раз Бояться Не Будет Точно Так Но Дьявол Нам Что Подсказывает Жизнь Такая Что По Другому Нельзя Нет Божий Закон Божий Закон Не Отменял Никто Поэтому Мы Должны Ломать Себя Должны Побеждать Себя Тем Более Сейчас В наше Время Когда Именно Этот Характер Бесовский Людик Уже Воцарился Если Мы Побеждаем Себе Это И Борьба С Антихристом В чем Воцарение Антихриста Или Коллективное Пришествие Антихриста В том Что В наши Души Бесовский Дух Не Планил Бес Вселенство В душу А Свои Бесовские Упрямство Самомнение Строптивость Я Вот в чем То есть Мы Уподавляемся Ему Наши Души Сродняются Духом Гордыни И Если Человек Это Побеждает Это Есть Борьба С Антихристом Это Есть Борьба С Дьяволом И Этот Человек С Ценный Перед Богом Потому Что Мы Все Воины Которые Кажут Человек Поле Битвы Дьявола И С С Человека Дьявола Поэтому Борясь С Этим Мы Боремся С Дьяволом И Борясь С Гордыни Мы Сугубо Поражаем Нечистую Силу Мы Имеем Особую Благодать Перед Богом Имеем И Бог Там Поможет В этой Борьбе И Поэтому Сегодняшняя Евангелие Нам Еще раз И еще раз Не только Указывает Оно Уже Упрекает То Что Мы Далеко Не такие Как Был Апостол Петр Аминь Аминь